Всем привет, ребята! Меня зовут Компот, и позади меня находится огромное гигантское сердечко. Вы посмотрите на это! И сегодня креативный человек по имени Роман Компот построит внутри этого сердца самый настоящий дом. Да, ребят, давненько не выходили ролики, где мы вот так вот просто с вами общаемся и что-то строим. Последний раз я строил на своём канале дом внутри игрушек, прошло уже немало времени, поэтому сегодня мы строим с вами новый дом, но на этот раз внутри жизни, внутри сердца. Для начала давайте я вам покажу его со всех сторон, чтобы вы могли его построить, ребята, тоже у себя в Майнкрафте, и потом повторять вместе со мной. Брал я его из как бы своего инвентаря, а вот посмотрите, то есть сердечки у меня вот здесь вот есть, вот они. И ровно по ним, где один пиксель, это один блок, я и строил вот это гигантское сердце. Вот что у меня получилось. Вот так вот пролетаем, всё вам показываю, тут вообще несложно, я думаю, вы справитесь. А внутри этого сердечка, ребята, пустота. Ну ничего, скоро там появится дом, ребята, да, самый настоящий комфортный дом. Короче, я вам предлагаю не тянуть кота за что там, за что его там можно потянуть? За хвост, например, да, и начинать уже строить непосредственно сам дом. Первое, первое, что я сделаю, ребята, самое главное, это я выровняю пространство внутри. Как видите, внутри сейчас, ну, не очень удобно находиться, потому что тут вот, как видите, всё вот такое вот непонятное, поэтому давайте потихоньку всё начинать выравнивать. Во-первых, я хочу заделать вот эту бесполезную полосу, она нам не принесёт никакой пользы в пространстве, но зато пол выровняет знатно так. Дальше, по поводу крыши. Крыша у нас какая-то тёмная, если честно, поэтому я предлагаю использовать стёкла, чтобы, знаете, была такая панорамная крыша с видом на небо. По-моему, будет довольно-таки круто смотреться. Поэтому прямо сейчас вот эти вот все тёмные блоки я меняю на тёмное стекло. И вот что у нас получается. Ой, без дырки, ребят, пожалуйста. Вот что у нас, короче, получается. По-моему, довольно-таки уже уютно становится, но это, ну, естественно, ещё не всё. Конечно, вы чё, вы чё, подумали же, что всё? Нет. По поводу такой вещи, как пол. Да, как бы пол такая важная вещь, поэтому я поставлю сюда обычные доски. Вот что у меня получается. Смотрите, уже ровное пространство. Уже приятно. Ну, а вот тут вот, ровно посередине я сделаю вход, ребят. Да-да, не удивляйтесь. Вы можете поставить сюда обычную дверь. Это, в принципе, смотрится странно, но, слушайте, ну, необычно. А всё необычное, ровно компот нравится. Ну, вы знаете, я такой человек креативный. Но чтобы всё было прям совсем красиво и мне ничего глаз не мозолило, я буду использовать вот такой вот мод и поставлю сюда вот такую вот красную дверь. По-моему, так намного-намного лучше и приятнее. Дальше мы ломаем с вами вот этот вот белый пиксельный сердечек. Вот, как видите, он у меня тут тоже есть. И ставлю сюда прямо сейчас белое стекло. Это как дополнительный источник света. Смотрите, что нам понадобится дальше. Мы берём с вами полуплиты и ставим их вот таким вот образом, ребят. Запоминайте. Дальше вот тут мы ставим ещё полуплиты. И теперь мы делаем вот таким вот образом. У нас получается вот такая вот возвышенность. Теперь мы берём лестницы и ставим их вот так. Теперь вы понимаете, да, у нас получился дополнительный ярус. Ура! И вот сюда идеально впишется двойной сундук. И посмотрите, как чётенько он будет открываться. Если вы хотите больше пространства, можете, в принципе, сломать вот так вот сделать. Но, ребята, уже как-то, ну, если честно, не очень красиво. Мне, я бы даже сказал, совсем не нравится. Поэтому я всё-таки сделаю выбор в пользу красоты и сделаю так. В принципе, в принципе, вы можете, конечно, сделать ещё вот так. Вам никто не запрещает. Тоже красиво. Но я всё-таки оставлю вот так. Блин, вот я сейчас строю этот дом, и вы не представляете, как мне нравится. Я где только уже не строил дома, ребята. Просто реально везде. И в огромном тортике. Я строил их в железном големе. Короче, роликов таких на канале у меня полно. И надеюсь, что вы тоже с вами в мире Майнкрафта повторяете за мной. Строите такие же постройки. Прямо по этому видео. Считайте, что это гайд. Ну, тупо туториал. Теперь смотрите, ребят. Показываю, как разместить кровать. Если вы живёте не один, то кровать можно разместить либо так, мне не очень нравится этот вариант, либо вот так вот, либо вот так вот, короче, как вам нравится. Но так как я живу один в этом домике, я, ребята, поставлю кровать ровно вот так. А это пространство очень круто использую. Я считаю, что дом получается слишком красным, таким, знаете, злым и агрессивным. Даже несмотря на то, что это просто сердечко. Поэтому я решил добавить немножечко зелени. Я делаю вот таким вот образом. Ещё вот таким. Дальше сюда мы посадим вот так вот лианы. Почему, в принципе, нет. Можно даже как-нибудь вот так вот, знаете. Сюда мы поставим горшочек, цветочек. Уже красота, красотевичка. И сюда факел можно поставить. Ну, а если вы совсем цените или искусство, то можно и картину сюда забацать. Блин, это офигенный уголок, ребята. Это теперь официально заявляю мой любимый уголок. Это просто офигенно смотрится. Так, значит, слева мы закончили наш красивый уголок. И переходим к правому красивому уголку нашего сердечка. И здесь мы с вами тоже берём наших друзей полублоки. И ставим их уже на один полублок больше. Ну, или на блок, кому как удобно, в принципе. Вот, смотрите, вот такую мы штуку строим. Теперь мы берём обычные ступеньки и ставим их вот таким вот образом. А лишнее ломаем. Потом объясню для чего. Вот что у нас получается. Места не так много, но мы его грамотно с вами используем. Мы сюда поставим печки. Вот таким вот образом. Смотрите, четыре печки для такого небольшого дома. Это уже просто чудесно. Вот что у нас получается. То есть сверху будет такая небольшая половина. Дальше, по поводу верстаков. Вы, конечно, можете поместить их сюда, но это бессмысленно. Верстаком мы пользуемся часто. Подниматься туда каждый раз лень. Я бы разместил их либо вот тут вот. То есть вы можете, ну, сломать там две полуплиты. Давайте я вам это покажу наглядно. Ну, чтобы вы просто понимали, как это будет работать. Вот так вот. И, в принципе, до верстаков не так сложно тянуться. Либо же вы можете их воткнуть вот сюда. Знаете, это красиво. Как бы, да, три верстака много, зато красиво. Короче, решайте сами. Либо так, либо так. Я, наверное, оставлю все-таки лучше так. Потому что я за экономию пространства. А вот уже под лестницу вы можете поставить блоки, которые, знаете, ну, по желанию. Которые не у каждого как бы есть. Но лучше их, конечно же, скрафтить. А именно, это вот такой проигрыватель, наковальня и, естественно, стол зачарования. Вы можете даже сюда поставить книжные полки. Это как бы и красиво, и полезно. Вот так вот даже можете их поставить. И будет еще лучше. Значит, смотрите, в чем прикол. Тут уже на ваш выбор. Либо вы можете сломать вот так вот три этих полуплиты под печками. И поставить сюда три армор стенда. Если вы, например, втроем тут живете, да. Но я вам советую все-таки один армор стенда ставить. А сюда поставить еще один сундук. А сверху вот так вот накрыть вот таким вот ступеньком. И у вас получается два больших сундука. И это, в принципе, прикольно. Вы можете еще один поставить вот сюда. И еще один сюда. И еще один сюда, короче, сундуков тут влезет полно. Но я не думаю, что это нужно. Лучше заместо этого поставьте часики. Только где эти гребаные часы? Я не понимаю. А вот, все нашел, извиняюсь. Короче, вот сюда вот можно повесить часики. Либо повыше, как вам угодно. Вот что у нас получается. Дальше. На этой стене у нас немножечко пустовато. Поэтому я вам советую сюда повесить какую-то эмблему вашей команды. Например, у меня будет просто голубой баннер. Потому что у меня скин как бы красно-голубой. Сердечко красное. Не хватает голубого цвета. И вот, пожалуйста, он тут висит. И, по-моему, замечательно смотрит. Знаете, такой успокаивающий моментик. Смотрите. Теперь вопрос по поводу входа. Вход находится довольно-таки высоко. Я бы даже сказал на очень большой высоте. Три блока. Даже не два, ребята. И тут, смотрите, как вам будет удобнее. Либо вы можете сделать вот так. Банально, но проверено. Либо вот так вот. Тоже довольно-таки обычно. Либо вы можете построить механический какой-то подъем. Либо вообще невидимый из барьеров. Либо, не знаю, какой-нибудь суперпостоянный из тех же этих ступенек. То есть взять вот так вот просто ступеньки. И поставить их вот таким вот образом. Красивенько. А что, знаете, такой проход в сердечко. И многие из вас сейчас, наверное, скажут. Компот, а как же крыша? Ты что, про нее забыл? Ты же практически в каждом доме на крыше что-то делаешь. Не знаю, отстрелочную, смотровую площадку, еще что-то. И, ребят, смотрите, в чем прикол. Если я что-то поставлю сейчас на крышу, то это испортит форму нашего сердца. И пространство немножечко нарушится. Но хотя можно кое-что сделать. Мало эффективно, но можно, к сожалению, ради этого вам придется пожертвовать вашими баннерами. Придется их, к сожалению, сломать. Не все, а только верхние. Вот таким вот образом. Смотрите, мы ломаем тут один блок и ставим сюда один блок. То есть уже как бы, ну, сердце не очень получается, потому что мы поставили блок. Но ребята показывают такой вариант. Потому что вдруг кому-то понравится. В принципе, он имеет право на существование. Смотрите, мы теперь берем железный люк. Обязательно железный, чтобы никто к вам не пробрался. Ставим его вот так вот обязательно. Что мы делаем далее? Берем рычаг и устанавливаем его куда-нибудь вот сюда. Теперь мы с вами берем одну лестницу, ставим ее сюда. И смотрите, все, у нас готов выход на крышу быстрый. Используйте его как-либо смотровую, либо можете стекла тут, знаете, либо как отстрелочную использовать. Ну, короче, вот так вот. Надоело? Заходите назад в дом. Вот таким вот образом. Спускаете сюда, хопа, и вот сюда. Шикарно. А тут закрываете, и все. И выход на крышу у вас тоже готов. И бед вы вовсе не знаете. Вот такой вот интересный дом у нас с вами получился. Короче, напишите, как вам дом, а также напишите, строили ли вы его вместе со мной. И что у вас получилось в Майнкрафте? Может быть лучше, может быть хуже, может быть так же. Пишите все в комментарии. Ух, давно на самом деле не строил нигде дома. И надеюсь, вам реально понравилось. Вроде еще талант не потерял построить дом везде, даже там, где нельзя. Давайте так, 100 тысяч лайков, и я строю дом в настоящем сердце. Ладно, не-не-не, это шутка. Построил чисто в пиксельном, и все. Короче, ребята, пишите в комментариях, где еще мне построить дом. Надеюсь на ваши комментарии. Всем удачи, всем спасибо, и всем пока! Пламенное сердце, пламенное сердце. Так, надо это нафиг быстрее потушить, пока это не сгорело все. А то что, я зря строил, что ли? Пламенное сердце.